В ночь с 30 апреля на 1 мая матрос-спасатель Сергей Каховец находился на своем посту и нес службу. Спокойствие того вечера прервал звонок из МЧС. Дальше события развивались по отлаженной у спасателей схеме. С 30 апреля на 1 мая без 15 час поступил звонок от дежурного МЧС о том, что на набережной в районе ЗАГСа тонет человек. Было принято решение на выезд. Сел в катер, как обычно выехал, нашел пострадавшего, достал его в катер, а затем уже прибыл к причалу и передал сотрудникам скорой и МЧС. Мужчина, как выяснилось позже, 1967 года рождения, тонул, находясь в воде в районе причала теплохода Пинск. Там он оказался по собственной невнимательности, облокотился на перила и упал в пину. Сколько времени он провел в холодной воде, до сообщения в экстренные службы неизвестно. Но, по словам спасателя Сергея Каховца, к его приезду мужчина уже был без сил и малейшее промедление могло закончиться трагически. К счастью, все обошлось. Нужно сказать, что за все время работы на Пинской спасательной станции это не первый спасенный на счету Сергея Каховца. Ну, это уже не единичный случай. В мою смену это второй уже случай. Был случай где-то около ноября, декабря месяца прошлого года. Девушка лет 30-35 лет тонула. Тоже пришлось выехать, оказать помощь. С начала этого года уже двое пинчан числятся в списке утонувших. И благодаря своевременную звонку на спасательную станцию очередной трагедии на воде удалось избежать. Наши спасатели свой хлеб отрабатывают, в общем-то, честно. Дежурный спасатель, который ночью, вообще, наверное, не припомнил, за последние лет 10, в общем-то, и не было такого спасения нашими работниками ночью. Это все-таки в условиях плохой видимости и другие обстоятельства, но, тем не менее, сработал профессионально. Уже сейчас спасатели бьют тревогу. Жаркая погода еще не наступила, а несчастные случаи на воде происходят. Впереди лето, а это значит, что сотни пинчан потянутся к водоемам, чтобы отдохнуть. И то, как пройдет лето для отдыхающих, зависит только от них самих. Субтитры создавал DimaTorzok